Когда-то здесь протекал ручей, а по его берегам росли малиновые кусты. Ягоды опадали прямо в воду. Так за этим местом закрепилось название «Малиновый овраг». Теперь он будет частью живописного туристического маршрута. Работы по его благоустройству вышли на финишную прямую. Объект осмотрел глава муниципалитета Андрей Иванов. В базе запроектировал изначально оцинкованную сетку, вот такую вот вкладочную. Она, на взгляд, вообще не есть. Она не антивандарна. Она не антивандарна. Ее помнут, выгнут. Это некрасиво. Это совершенно не нужно процесс. Сейчас здесь устанавливается настил из решетчатых плит, монтируется подсветка. В зоне отдыха будут расположены лавочки. При работе учитывается пожелание жителей и поручение главы. Вопрос ТПшки остался, да. Вопрос, значит, по ТПшке, то, что выдавали поручение буквально сгибки две недели назад. Я говорил, наконец-то эту ТПшку передали. У нас обла-энерго, соответственно, они ее сейчас подключают. И мы ремянку полностью убираем отсюда вместе с трансформатором. То есть ни трансформатора не будет, ни камеры. На одной из запор моста над Оврагом расположился масштабный рисунок в необычной технике с графита. На изображении представлены исторические здания Звенигорода. Автор поделился с присутствующими своими наработками. Это я придумал такой кривический музей под открытым небом. Который мог бы быть в точке протяжения дополнительный счет для туристов. И чтобы люди узнавали побольше о своей истории. То здесь можно было бы изобразить Мире Звенигородского и Длагорубкого. Прямо на въезде в город такие мощные две фигуры. Продолжая исторический маршрут, Андрей Иванов также посетил музей русского десерта. Погрузился в самобытную культуру русской избы и старинных рецептов. Это настоящая печь, да? Это настоящая печь. Нет, мы ее реставрировали. Она была здесь. Была, мы ее восстанавливали. Да, мы ее восстанавливали. И мы рассказываем о том, как была устроена старинная бараночная пекарня. В рамках рабочего визита не обошли стороной и проблемы микрорайона Восточный. Ситуация здесь на глазах меняется в лучшую сторону, говорят жители. Но еще многое предстоит доработать. Сейчас будем договариваться, чтобы нам заасфальтировали эти карманы. По зданию котельной рисуем быстренько проект, чтобы там ОФЦ разместить. Один из основных вопросов – дорожная развязка в микрорайоне. Количество жильцов и машин постоянно увеличивается. Заехать и выехать достаточно проблематично. Андрей Иванов поручил сделать проект транспортного моделирования этой территории в кратчайшие сроки. Полина Бахова, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...